Встреча России и НАТО Ранее Кадыров сказал, при наличии приказа давно бы присоединил Украину к Чеченской Республике. В Беларуси опубликован проект новой конституции. Референдум пройдет в феврале. Текст еще можно править. Предлагается ограничить срок пребывания президента на посту. Возраст самого президента не младше 40 лет. Урезаны полномочия. Президент не сможет назначить членов ЦИК, Комитета госконтроля, председателей Конституционного и Верховного судов. Будет проще отстранять президента от власти. Всебелорусским народным собранием. Зато прописаны гарантии после ухода. Экс-президента нельзя будет привлечь к ответственности, но можно назначить пожизненным членом Совета Республики. Исключен запрет на применение армии за пределами страны. Нейтральный и безъядерный статус больше не закреплены в Конституции. Израиль вновь нанес ракетный удар по порту Латакия, рядом с которым находится российская база Хмеймим. Комментировать акцию пресс-служба израильской армии отказалась. Глава МИД Израиля дал интервью коммерсанту по случаю 30-летия дипотношений. В нем он подчеркнул право своей страны реагировать на угрозы, исходящие из Сирии. Китай направил жалобу в ООН на Маска. Китайская космическая станция была вынуждена дважды уворачиваться от спутников, запущенных по программе Starlink. Всего их было отправлено на орбиту почти 2000. Цель – программа предоставления высокоскоростного интернета в любой точке Земли. Турецкие власти поддержат Лиру уголовными делами. Агентство по банковскому регулированию и надзору потребовало привлечь к ответственности 26 человек, которые своими постами и высказываниями в соцсетях способствовали девальвации национальной валюты. Среди провинившихся – два предыдущих руководителя Центробанка, ушедшие в оппозицию к Ордогану. Сам он продолжает войну за финансовую независимость. Накануне Лира окрепла. Правительство пообещало защитить депозиты от инфляции и ввело ежегодный сбор с валютных вкладов. Впрочем, сегодня падение возобновилось. Форбс называет «Сделку года». Это поглощение Сибуром татарского нефтехимического концерна «Таиф» – татаро-американские инвестиции. Цена вопроса – 7 миллиардов, а стоимость объединенной компании возросла до 27. Богатейшие люди Татарстана, среди которых младший сын первого президента республики Шаймиева, стали партнерами миллиардеров Михельсона и Тимченко. Под новый контроль перешли Казань Оргсинтез, Нижнекамск Нефтехим и энергокомпания ТГК-16. В то же время власти Татарстана намерены выполнять новый закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами. Об этом заявил Миниханов. Google подал касацию по иску Царьграда. Компания просит приостановить начисление неустойки и называет ее размер беспрецедентным для России. За полтора года штраф может сравняться со всей денежной массой страны. Кроме того, юристы IT-гиганта считают, претензии компании Малафеева направлены не по адресу. ООО «Гугл» не занимается администрированием Ютуба. С 1 января заработает закон о деятельности иностранных компаний в Рунете, который обяжет их открыть представительство в России. Пока же менеджмент Мета и Google изучают различные сценарии, в том числе полный уход. В этом случае аудитория Фейсбука – 9 миллионов, Инстаграма – 61 миллион, Ватсапа – 74 миллиона и Ютуба – 99 миллионов, будет поделена между лояльными государством-платформами, заключает Forbes. Правительство Никарагу изъяло дипломатическую собственность Тайваня и передало ее Китаю. Ранние отношения между Монагу и Тайбэем были прекращены. Тем самым президент Ортега продемонстрировал приверженность принципу «единого Китая». Представители Тайваня должны были собрать вещи за две недели и покинуть Никарагу до 23 декабря. Япония подключается к американской компании по сбиванию цен на нефть. Уже 9 февраля она начнет распродавать резервы. Баррель, тем не менее, растет и опять приближается к 80. Его не останавливает даже полтора миллиона выявленных за сутки заражений и 2000 отмененных авиарейсов. Там же, в Японии, начали бороться с одиночеством на государственном уровне. Правительство одобрило специальную программу. Появится система круглосуточных консультаций и площадок для общения. Но сначала с помощью переписи власти посчитают всех одиноких. Создано Министерство по делам одиноких. Его возглавил министр по проблемам низкой рождаемости. Поводом стал рост числа самоубийств. В 2020 году с собой покончили 21 тысяча японцев. В Кемерово третий день бастуют сборщики Яндекс.Еды. Они требуют изменения условий труда. Сейчас работников штрафуют на полторы тысячи рублей за 10 минут опоздания. А с января обещают более изнурительный график. В результате чего зарплата упадет до 16 тысяч. На требования профсоюза Курьер компания никак не реагирует. Шесть человек уже уволены. Многих заблокировали в приложении. В Калининграде ГИБДД поздравила всех с Новым Годом с помощью авто-елки. 41 патрульная машина была выстроена в праздничном порядке. Видео завершается тем, что елка превращается в змейку и возвращается к своим должностным обязанностям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова